Вот в этом гвалте я не разобрал, что объявил Владимир Найпак касательно оценки Алины Кабаевой, но судя по визгу, да, на табло появляется оценка, 20 баллов, и ровно и так, Алина Кабаева в очередной раз становится абсолютной чемпионкой России, набрав 100% возможно набираемых очков. Собственно говоря, ничем, этим, ничем этот турнир в итоге и не отличается от двух предыдущих, на которых Алина тоже, ко мне десяток, ничего не получала. Алина Кабаева Очень радостное, светлое выступление Елены Судаковой действительно разыгрались, что называется, девочке четвертому раунду. Но не без погрешностей, но и не без апатии, так скажем, которая просто в каждом движении сквозила. Зарина Гизикова продолжает череду завершающих чемпионат гимнасток. Завершает она его упражнением с лентой. 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 КОНЕЦ Ворвавшийся сейчас в эфир стройный хор, это были, соответственно, Елена Судакова, Ольга Белова и Лейсан Утяшева, столь горячо поздравившие Зарину Гизику с успешным окончанием чемпионата России. Остаются всего лишь две участницы этого потока сильнейших, завершающего соревновательную программу российского первенства, Надежда Шитикова и, соответственно, Елена Посевина. Но ввиду их очевидных, ввиду очевидного отсутствия их претензий на награды этого чемпионата, можно констатировать, что его медальные итоги, во всяком случае, уже практически точно известны. Ибо Юлия Барсукова заработала 19733 свое упражнение. И тем не менее, как всегда, в хорошем настроении и с готовностью отвечать на наши вопросы, Юлия Барсукова принимает участие в эфире спортивного канала НТВ+, в рамках трансляции из дворца спорта «Динамо». Я передаю эфирную эстафету Наталье Покоевой и ее давней знакомой Юлии Барсуковой. Что сегодня с тобой случилось? Почему предмет просто валится из рук на самых, казалось бы, элементарных элементах? Что такое? Нет, я не думаю, что что-то случилось. Просто чисто из-за моей невнимательности я окреклась, и у меня укусы сложный. Все довольно-таки сложный переклад. Ну, невнимательна была. Этот старт для тебя ответственный был? Ну, в принципе, да, ответственный. Но, я не знаю, я думаю, что он ничего не решает по отбору к Олимпийским играм. Будет все решаться на чемпионате Европы. Юль, вот уже не первый раз происходит так, что Алина первая, а ты идешь следом за ней. Точнее, даже не то, чтобы не в первый раз, а в большинстве случаев так и происходит. Скажи, вот тебе не обидно ли все время быть второй? Ну, как, конечно же, есть какая-то обидно. Ну, в принципе, нет, потому что все-таки я считаю, что Алина сильнее меня. Сильнее, я думаю, что и физически, и самое главное, морально. А физически чем она сильнее? Ну, не знаю, по напору ее элементов, по сложности композиции. Все. А что тебе не хватает? Мне, ну, не знаю, наверное, все-таки моральной подготовки, все-таки иногда нервы сдают, и я делаю ошибки. Юль, вот, несмотря на то, что твое выступление здесь было не совсем удачным, как ты уже сказала, оно ничего не решает, и у тебя есть реальный шанс попасть в Олимпийскую команду. Вот скажи, считаешь ли ты этот шанс подарком судьбы? Или ты считаешь, что ты сама заработала его и служила своим усердием и трудолюбием? Нет, я не считаю, что это подарок судьбы, потому что я очень долго шла к этому. Много лет ждала свое место и считаю, что я честно заработала поездкой на Олимпиаду. Сложно было ждать своего места? Да, сложно. Потому что, все-таки, ну, не знаю, в свое время тоже как бы не хуже было от других девочек, но так как в вообще конкуренции тяжело было попасть в основном составе и куда-то поехать на какие-то ответственные турниры. А что тебе помогает вот в таком для гимнастки уже не юном возрасте до сих пор быть в такой замечательной форме, выступать, выигрывать? Я думаю, что привязанность и любовь к художественной гимнастике. Вернемся к Олимпиаде. Я, конечно, понимаю, что все спортсмены люди суеверные, но все-таки какие-то ты можешь сделать предположения по поводу того, кто будет первым, вторым и третьим? Нет, я не хочу ничего предсказывать. Я желаю, что все хорошо выступили, и там уже как оценят судьи, так все будет. Пусть победит сильнейший. Желаем тебе успехов. Спасибо. Спасибо Юрию с Натальей за это интервью. Не символично ли, что под звуки первого концерта до фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского завершилась соревновательная часть программы очередного чемпионата России по художественной гимнастике. После того, как будут объявлены две последних, еще даже последняя непоставленная оценка, ибо Шитикова Надежда, получив 19-1 тоже, все оценки свои теперь имеет, нету и последней оценки только у Елены Посеевиной, можно будет уже после всего этого подводить, что называется, официальные итоги. И пока же, как бы, результат, что называется, наиболее наглядный, наиболее яркий, очевиден. Первая Кабаева, вторая Чайщина и третья Барсукова. Вот, кстати говоря, в зале здесь есть один, присутствует одна из тех девушек, собственно говоря, за спинами которых и ожидала своей, назовем это так, олимпийской очереди. И Юлия Барсукова, Наталья Лепковская, которая не так давно родила ребенка, пришла вот на этот чемпионат с удачным рождением. Мы ее и поздравляем, вот так вот, что называется, по-удобному для этого случаю. Алина Кабаева, конечно же, на расхват у представителей масс-медиа и на еще больший расхват у собирателей фоксимильных следов жизни, деятельности Алины Кабаевой. Конечно, гораздо более яркий след Алина оставляет в душах, не совсем зачерствевших душой, так скажем, зрителей, телезрителей и просто любителей спорта. И вручить вам, Николай Юрьевич, наш почетный диплом и подарок Всероссийской Федерации. Роскошные коллектори нашей олимпийской сборной, где гимнастки сняты в вашей области, Николай Юрьевич. Спасибо вам. Эти календари запечатаны, но поверьте мне, это роскошные.